Белорусы, которые еще совсем недавно спасались от репрессий Лукашенко за рубежом, на своем опыте знают, каково это быть беженцем, оказаться в чужой стране ни с чем, без работы и крыши над головой. Неудивительно, что именно белорусская диаспора одной из первых стала в ряды волонтеров, помогающих тем, кто вынужден был бежать от войны. В целом, волонтерское движение белорусов за границей сосредоточено по таким основным, можно сказать, направлениям. Это финансовые сборы, это сборы гуманитарные, помощь по медицине и помощь по снаряжению добровольцев белорусских в рядах вооруженных сил Украины и в целом тоже украинской армии. Я бы, наверное, отдельно отметил тех белорусов, которые остались помогать и волонтерить в самой Украине. Помощью украинским беженцам занимаются как сформированные белорусской диаспорой организации инициативы, так и просто отдельные группы белорусов, которые собираются стихийно. Одну из таких групп создала Оксана Букина, которую в 2020 году арестовали на митинге в Белоруссии, а затем возбудили уголовное дело за массовые беспорядки. Но ей с маленьким сыном удалось уехать сначала в Украину, затем в поиски Вроцлав. Как только началась война, Оксана сразу же начала узнавать в местном чате белорусские во Вроцлаве, кто чем готов помогать. Жильем, деньгами, волонтерством. Люди стали отзываться десятками. Там вообще тяжело эмоционально. Везли встречать и не срываться самим. Потому что кого ты встречаешь? Ты всегда встречал только женщин с большим количеством детей и пожилые люди. Это какие-то старики, прям старики пожилые. В основном болеющие. Особенно, когда ты встречаешь женщину. Не просто она везет. Женщину, девушку, хочется назвать. Девушкой со своим малышком, там, два годика. Рядом какой-то племянничек пять лет. Еще какой-то соседский десять лет. И еще какая-то бабушка восьмидесяти двух лет. И она все это одна везла, привезла. Там сколько-то километров шли до границы, спали на улицы. И все это она привезла. Белорусский молодежный хаб в центре Варшавы – это культурно-образовательное пространство, которое стало домом для более двух десятков различных инициатив и настоящее душное для белорусов, которым пришлось уехать из дома. Руководитель хаба Александр Лапко говорит, что они стараются помочь всем беженцам из Украины, вне зависимости от гражданства. Там обращаются и белорусы, и украинцы, беженцы из Украины с иными гражданствами, в частности, были и сирийцы, и турки. Но оставляем основной вектор, в том числе, помощи белорусам, которые вынуждены уехать из Украины. Потому что, во-первых, очень много тех, кто дважды беженец. Они сначала убегали от режима Лукашенко в Украину. И сейчас вынуждены уезжать от войны из Украины в Польшу. И получается так, что они еще там не успели обосноваться, как уже вынуждены уехать в еще одну новую страну. И, опять же, многие из них, это вот вторая проблема, трактуются условно как агрессоры. Хотя, по факту, они являются дважды жертвами агрессивных действий диктаторов. Центры белорусской солидарности в Варшаве – еще одно место, куда беженцы из Украины могут обратиться за помощью. Мы специально для беженцев из Украины сняли хостел, который мы смогли поселить людей. С начала войны у нас уже получилось поселить и найти жилье больше, чем для 300 беженцев из Украины. К нам тоже было принято решение расширить деятельность нашего центра опеки для детей. До этого у нас занимались именно белорусские детки. Помимо этого, центр оказывает юридические услуги и помогает в вопросах легализации. Здесь также можно получить психологическую помощь. Еще в Польше работают фонды «Живи» и «Страна для жизни» и ряд других белорусских инициатив, которые оказывают помощь тем, кому пришлось покинуть свой дом из-за российской агрессии. Максим Маскальков, Настоящее время Америка, Вашингтон.